Добрый вечер! 18 октября 100-летний юбилей отметил бы российский живописец, народный художник СССР, лауреат государственной премии имени Репина, профессор, действительный член Российской Академии художеств, орловчанин Андрей Курнаков. Им написано многое, о нем тоже немало, но красноречивее всех, наверное, работы художника, пейзажи, тематические картины, портреты. В этой студии сегодня мы тоже создадим портрет выдающегося и любимого художника, но прежде пролог, в котором об одной из самых известных в Орле работ Андрея Ильича. Первая диорама нашего музея, которая была создана под руководством Андрея Ильича Курнакова, называется «Начало проема немецкой обороны 12 июля 1943 года». Конечно, она очень привлекательна для детей, главным образом, потому что представляет себя сочетание плоскостного и предметного плана, и такой плавный переход с одного в другое. Основной контингент посетителей – это, конечно, школьники. Ну, в это время, летом особенно, в июль месяц, в день бывает до 60-80 человек. В нашу студию мы пригласили художника, человека, лично знавшего Андрея Ильича, заслуженный художник России, почетный академик Российской академии художеств Анатолий Костянников сегодня, персоны Грата. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо вам, что вы здесь. Мы позвали вас в качестве эксперта, в качестве человека, который знаком с Андреем Ильичом Курнаковым был. И, наверное, давайте мы начнем с того, каким образом судьба вас связала? Было ли это обоюдное знакомство? Если вспомнить 1977 год, 1977, когда я еще студентом был и поехал в Москву на крупнейшую всероссийскую выставку в Манеж и увидел два удивительных портрета. Это был портрет артиллериста Дронникова и портрет пейзажиста Владимирского Юкина. Это были работы Андрея Ильича Курнакова. Тогда я студентом, обходя все залы, всякий раз опять возвращался к ним, потому что настолько они меня тронули своим мастерством, своей образностью. Хотя там были достойные работы таких удивительных мастеров, как Мыльников, Моисеенко, студенты всегда. Это были на то время такие знаковые фигуры в искусстве. Вы учились в Харькове. До этого момента вы знали, что вас объединяет в принципе одна школа, которая и вас поставила на ноги Андрея Ильича? Нет, это уже было позже. Когда мы уже познакомились здесь с Андреем Ильичом в городе Орле, он рассказал, что его учителем был выдающийся, известный художник Борис Васильевич Косарев. Это тот самый преподаватель, который у меня в те годы преподавал композицию. Тогда ему уже было около 90 лет. Это было удивительно. И несмотря на свои годы, он был настолько с ясным и чистым умом, настолько выразительно мог говорить о той или другой теме. Вот, собственно, в разговоре уже в мастерской у Андрея Ильича я понял, что и он, да, говорит Борис Васильевич Косарев, у нас, собственно, были общие учителя, и поэтому школа, вот именно, наверное, потому привлекла меня тогда эти работы в Манеже, потому что это, видно было, Харьковская школа. Многие годы наша Орловская организация, она пополнялась художниками в меньшей степени. Вы говорите о Союзе художников. О Союзе художников, да. В меньшей степени из Петербурга, Москвы. Очень большой, так возможно сказать, клан Харьковской школы присутствует на нынешний день у нас в Союзе. И в те времена именно поставщиком для Союза Орловского была Харьковская школа. Скажите, а вот сейчас студенты сегодняшние, люди, которые по окончанию нашего высшего учебного заведения УГУ, где, собственно, и преподавал Андрей Ильич, выходят в свободное плавание. У многих уже выставки сейчас свои. А как вам кажется, вот по масштабу, по, не знаю, как можно говорить о таланте, мерить что-то талантом, но по значительности того, что эти люди оставляют после себя, есть ли такие личности, которые могут приблизиться к гению Курнаку? Нет, вы понимаете, что всякая эпоха выдвигает свои таланты, свои личности, например. Если возьмем там Микеланджело, да, вот это было высокое возрождение. Там просто россыпи талантов были. Если говорить о Андрея Ильиче Курнакове, то это знаковая фигура не только для орловского искусства, но вообще для всероссийского, потому что сюда, уже в его новую мастерскую, которая находится на дворянском гнезде, что называется, как в Мекку приезжали многие художники крупного масштаба из Москвы. При жизни он всегда, так сказать, с раскрытым сердцем и открытыми дверьми приглашал и принимал гостей, где мы неоднократно бывали вместе с московскими и с нашими художниками у него в гостях. Это была очень такая радушная и теплая фигура во всех отношениях. А что касается, вот лет, это так, наверное, 11 назад мы проводили выставку 50 лет мансарда. Вот есть творческие мастерские, одни из самых первых в Орле на бульваре Победы. Оказывается... Самый верхний этаж. Самый верхний этаж. Оказывается, это мастерские, которые строил, ну, что называется, пробивал это строительство Андрей Ильич Курнаков. И тогда я, значит, попросил разрешения прийти к нему с группой художников. И мы сделали запись. И на юбилее эта запись очень... Однажды она потерялась. Диктофончик, ну, просто потерялся. И совсем недавно я вот искал, и на 100-летний юбилей я хочу передать музею Курнакова вот эту вот получасовую запись живую, где мы общаемся, где он рассказывает, как все это происходило. Я мог бы сейчас чуть приоткрыть занавес. Приоткройте, я вас прошу. Вот. Ну, он там говорит о том, что на то время в союз художников насчитывал 15 человек. И когда он обратился к властям, а в то время здесь руководил областью филатов, сам слегка увлекаясь и рисуя немножко, писал какие-то небольшие натюрморты, имел отношение вообще к искусству. И Андрей Ильич сказал, как же так, вот у нас уже 15 человек членов союза, мы не имеем творческих мастерских. И тогда он пригласил Антипова, тогдашнего архитектора города, чтобы тот нашел возможность в ближайшее время где-нибудь ближе к центру поставить целевые мастерские для художников. И это стал Бульвар Победы. Искусство – это один из рычагов, и никуда не денешься. Это рычагов и политики, и влияния на умы. Всегда было так. А сейчас художников используют в качестве рычагов влияния? Я думаю, сегодня в меньшей степени, потому что масс-медиа, вот вы сегодня больше рычаг, нежели художники. И художник, ему нужно время, чтобы осознать глобальное какое-то событие, потом все это привести в какую-то художественную форму. А телевидение – это настолько мобильное. Вчера произошло событие, а за сутки раньше уже рассказали. То есть, условно говоря, о том, что Крым наш, вас не просит в своих работах это отражать как-то, да? Нет, если будет на это внутренняя подвивка. А заказа социального на это нет? Нет, нет, конечно. Сегодня вообще у нас социальных заказов нет. Социальный заказ для себя определяет только сам художник. В том смысле, если вот я чувствую, что я хочу написать... А это хорошо или не очень? Я думаю, с одной стороны хорошо, с другой не очень. Потому что всякая крупная художественная форма требует финансовой поддержки. Если это было в советские времена, то непосредственно это были художественные заказы. Вот мы говорим Андрею Ильичу. Тогда всегда большим крупным выставкам, все российским, зональным, министерством культуры выделялись какие-то средства, художники писали эскизы. Под эти эскизы выдавались средства на работу для завершения, для создания большого какого-то произведения. Вот, кстати говоря, если мы затронули тему больших произведений и заказа, и финансирования, есть у Андрея Ильича диорама. Ее называют второй, но она, по сути, является последним таким масштабным произведением, которое он создал. В 2009 году была закончена, а время работы было очень продолжительным. Вот в музее военно-историческом нам рассказали еще и об этом произведении искусства. Мы сейчас посмотрим. Я знаю, что об этом полотне вы можете рассказать очень много, и было бы очень правильным поделиться с нашими зрителями этой информацией. Пожалуйста. Это вторая диорама нашего музея. Вот кисти Андрея Ильича Курнакова. В 2009 году эта картина была закончена, сдана в марте 2010 года «Художник ушел из жизни». То есть это можно назвать последней монументальной работой. Приняли участие в ее создании очень много студентов, аспирантов Андрея Ильича Курнакова. Размеры картины 50 метров длина и 10 метров высота. То есть это достаточно такое грандиозное сооружение. На картине изображено одно из сражений Орловско-Крамской наступательной операции октября 1919 года по отражению наступления Белой армии при походе на Москву. Вы человек, которому не чужд этот жанр монументальный. Вы тоже автор большого полотна, эпического. Расскажете о том, какие сложности бывают в этой связи? Ну да, но если мы говорим о том, о Бонаре Ильиче, насколько значим или велик его талант, то в этом смысле мы должны говорить о большой художественной форме. Одно дело написать, скажем, натюрморт, какой-то пейзаж, этюд, а другое дело организовать громадное полотно высотой в 10 метров и шириной в 50. Вы можете представить, сколько это, что называется, гектаров и сколько тонн только одной краски уходит на создание такого произведения. Но организовать эту крупную художественную форму, ну, скажем, как у толстого «Война и мир». Понимаете, одно дело написать великолепное стихотворение, а другое дело создать войну и мир. Поэтому всегда преклоняюсь перед теми людьми, которые обладают таким даром, которые могут. Их не так много. Если мы говорим вот о батальных жанрах, об диорамах, то это и художники-грековцы, в том числе, скажем, Николай Николаевич Соломин, который сюда приезжал неоднократно в процессе создания этой работы. Мы смотрели вместе его, что называется, картоны, то есть подготовительный материал. И когда уже были нанесены на само громадное полотно рисунок, тогда приезжали. То есть, ну, какие-то были консультации, какие-то были разговоры вокруг этого. Создание большого полотна, оно требует и по времени очень большой кусок. И я вспоминаю, что в 90-е годы у нас на Посадской Андрей Ильич делал подкартонники. Так называемый десятый масштаб этой диорамы. Он там отрисовывал фигуры, компоновал группы, соединял движения, делал ритмы и так далее. И ему позировали там курсанты из нашего училища, которые были одеты, были пошиты формы. Это длительное время. Но 90-е годы, вы понимаете... Специально пошили форму для того, чтобы... Да, да, были пошиты формы, они там позировали. Но время 90-х, оно как бы при... А вот, кстати говоря, это, наверное, было крайне сложно, потому что не до искусства было-то, в принципе. Ну, я вам скажу, что и работа над диорамой была приостановлена. Эскизы были в мастерской, долгое время лежали. По причине финансов? И в этой... И по финансам тоже. Создавая это полотно, когда уже Андрей Ильич вернулся к воссозданию его, конечно, он человек уже был в возрасте. И ему оказывали содействие и помощь, я не говорю там о финансовой, и его студенты, и его там аспиранты. Потому что уже возраст был такой, что нужно было лазить. Одно дело, когда, создавая первую диораму, он там сам висел на люльках, и много фотографий, и материалов, свидетельствует о том, что мастер там сам по вертикалям лазил и писал, то здесь уже была история чуть иначе. Потому что хотя и предметный план, и связь его с живописным самим полотном... Переход совершенно незаметный. Переходы совершенно достойно сделаны. И мне кажется, что такие вещи, вот на сегодняшний особенный день, они как бы воочию открывают пуски нашей истории. Что первая, что вторая диорама. Кстати, название художник поменял. А с чем это связано? Ну, изначально, насколько я помню, значит, это было название, условное рабочее название, «Победа красных над белыми под кромами». Над Деникинскими войсками, под кромами. Время двигалось, двигалась политическая ситуация, и художник понимал, что происходит что-то этакое. Поэтому сегодня она... Он сам говорил, что это я написал «Братвубистин». Он неоднократно об этом сам говорил, вот в каких-то таких камерных встречах. Он искренне принял эту версию и верил в нее. Нет, вы понимаете, если тогда называлась «Победа под кромами», то есть одни победили других, то теперь он называл, что это просто, это братоубийственная война. Поэтому суть самой композиции не поменялась. Все осталось та же, но поменялось название, и тогда расставились по-другому акценты. И восприятие самой работы, и восприятие образов, и так далее. А что должно произойти, чтобы работа художника приняла Третьяковка, как вот случилось с многими картинами Андрея Ильича? Ну, во-первых, каждый музей имеет свою комиссию по закупке произведений, отслеживанию их в каких-то там моментах. Вот идет выставка персональная художника. У них комиссия собирается в каждом из музеев, и они выбирают несколько произведений в тайном таком режиме. Далее просят художника, согласен он или не согласен. Ну, одну они там просят подарок, какую-то закупают. Конечно, художник согласен, потому что, если его произведение остается в музее, то это значит надолго. Попадая в коллекцию Третьяковского... Третьяковка все-таки это не рядовой музей. Конечно. Это экспозиция, которая является одними из самых посещаемых. Не только посещаемых, это самое престижное. То есть, если у художника находится его произведение в Третьяковской галерее, то это определенный статус и самого художника. Поэтому многие стремятся, чтобы его работа таким или иным образом оказалась в Третьяковской галерее. Почему получилось у Андрея Ильича, как вам думается? Ну, я думаю, что... Многие хотят, но получается же у единиц. Нет, ну, вот те советские времена, когда проходили крупные выставки, крупные выставки в манежах, не знаю, там, в центральных выставочных залах. Я же говорю, что выделяли с Министерством культуры энная сумма денег для пополнения фондов. И тогда комиссия проходила. Это удача, это удача, потому что талант. И тогда проходили, ставили там кнопки, где вот закупали. А в чем вот эта художественная ценность, которая позволяет независимым экспертам... Это один из лучших портретов. Вот если мы говорим о портрете Андросова, который приобрела Третьяковская галерея, на мой взгляд, это один из лучших его портретов, в котором соединилось все. И мастерство художника, и какая-то великая образность самого портретированного. Потому что это был его учитель. Он, видимо, его настолько глубоко знал, настолько проник в образ самого этого портретированного, что создал вот такой образ, который позже там и... По-моему, он его повторял несколько раз. Но повтор он всегда бывает иным, нежели сам поры, нежели оригинал, нежели первая работа. Поэтому так вот и попал Третьяковка. Это настоящее художественное произведение портретного жанра. Наталья Гаврилович, а как вам думается, от чего вообще так случается, что человек, который родился в рабочей семье, казалось бы, ну, наверное, вряд ли случилось так, что каким-то особым образом в семье относились к музыке, к живописи, к литературе. Но, скорее всего, это не так. И почему вдруг вот в таких условиях и войну прошел, и был совершенно простым гражданином, совершенно простым роловчанином, и дорос, и вырос для такой высокой степени признания? Что это такое? Ну, мне кажется, знаете, это кого-то так мажет боженька, а кого-то нет. И бывает, что, казалось бы, и условия великолепные, и папа, там, великий писатель, и мама там тоже, не знаю, литератор, а отпрыски не получаются. Вот помазала боженька человека, и все. И не важно, что там у него рабочая семья, и не важно, что там вокруг. Есть какая-то предпосылка свыше, что он должен создать на этой земле, в этом мире то, что ему необходимо создать. И, видимо, Андрею Ильичу было предначертано. Он часто говорил, вы знаете, я должен прожить две жизни. Я должен прожить и за брата, и за сына, и за все это я должен, значит, заплатить, и создать, и за них, и за себя написать. Я должен прожить две жизни. Очень много работ, действительно. Очень часто говорил. Он работал. Колоссальная трудоспособность. Ну, так мы иногда подшурчивали, Андрею Ильичу, я в четыре часа, я уже стою у станка. То есть с четырех до девяти времени, когда он уезжал преподавать, он уже там мог или над чем-то поработать, живописным, или над какими-то своими там записями, или какие-то эскизы создать. Колоссальная трудоспособность. Просто колоссальная. И уже в возрасте мы приходили к нему и понимали, что он за кистью все время, палитра свежая. Вы знаете, был такой случай, когда наш удивительный живописец Пластов ходили по мастерским, но чтобы определить, какую работу взять на крупную выставку, значит, Пластов подходил в мастерскую и невзначай трогал палитру в мастерскую. Если палитра сухая, он понимал, что художник мало работает, отдыхает. А если палитра мокрая, значит, художник работает постоянно. У Андрея Ильича всегда была палитра мокрой, значит, в процессе работы. И это давало ему силы жить, понимаете. Ведь художник вообще, думаю, счастливейший человек. Почему? Потому что у нас есть возможность уйти от всего. Вот что бы ни было там за окном, за дверью, я могу закрыться в мастерской и уйти в свой мир. Я могу создать все, что угодно. Я могу реанимировать свое состояние какое-то там, не знаю, если мне нравится там, условно говоря, где-то лежать на побережье и слушать шум моря. Я могу реанимировать его на холсте и почувствовать эту ситуацию. Это великое счастье. Вот представьте, стоит большой холст или маленький холст. Пустой ничего нет. И вдруг за какое-то время там рождается свой мир. Это же счастье большое. Это счастье творца. И еще в том хорошем, как бы, путь художника и творчества его, что он автономен. Ведь возьмите режиссера. Он зависим от актера, пришел ли тот в нужном настроении, от художника, от света, от всего. А художник свободен. Писатель. Вот тут тоже у него ручка и пиши себе, твори. В этом есть большое и огромное счастье. Я даже не задумывалась об этом. Да, это действительно удивительно. Накануне этого дня мы побывали в мемориальной мастерской художника. Конечно, нам рассказали о том, каким образом сотрудники готовятся к юбилею. Что уже сделано, что еще предстоит сделать. И как сегодня существует мастерская и для чего она открыта. И для кого она открыта. Давайте посмотрим. Музей мемориальная мастерская Андрея Ильича Курнакова открылся 6 мая 2014 года. Главной задачей для нас было, оставив по максимуму все на своих местах, сохранить не только обстановку, но и развеску картин авторскую Андрея Ильича. И постараться сохранить атмосферу этого теплого, гостеприимного открытого дома. В этом году, с января, мы начали целый цикл мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Андрея Ильича. У нас уже прошли 4 выставки. Сегодня в мастерской работает выставка его ученицы Юлии Михайловны Тютюновой. И последняя в этом цикле выставка будет открыта к 18 октября, к дню его рождения. Это выставка работ его последних учеников. Старшие, да, школьники и младшие школьники – наши самые любимые посетители. Для них мы проводим специальные занятия. Они называются «Мастерской художника». Только для них мы открываем мастерскую, собственно, мастерскую у художника, позволяем им туда войти, потрогать его палитру, потрогать его кисти, потрогать его краски. То, что категорически запрещается и разрешено только для них. А потом они садятся за стол и сами рисуют. Анатолий Гаврилович, вы бывали в мастерской? Да, я часто бывал в этой мастерской и тогда уже понимал, что Андрей Ильич выстраивает пространство таким образом, чтобы было место и для работы, и для многочисленных его гостей. Он уже готов был показать часть вот этого музейного своего пространства, как он себе представлял вот этот дом-музей. У него там были и экспозиционные площади, и, подымаясь наверх, мы входили и в Тургеневский зал, и в Бунинский зал. А вы понимаете, почему именно Тургенев и Бунин? Ну, Андрей Ильич вообще посвятил свое творчество во многом Орловщине и орловским писателям, классикам орловской литературы. А потом у него в соседях были орловские современные писатели. А вот дело в том, что он себя тоже ощущал вот частью этой культуры, которую будут помнить потом? Конечно, конечно. Я так полагаю, что он уже готовый музей, и многие это отмечали, и в том же числе и Сидорова Валентин Михайлович, это председатель бывшего Союза художников России, Николай Николаевич Соломин. Они говорили, Андреич, у тебя уже готовый музей, уже у тебя готовый музей. И это осознанно или неосознанно, или подсознательно, он выстраивал каждый уголок как музейное пространство. И он сам об этом говорил, ну что, ну вот да, это вот так. Водил по музею, очень внимательно рассказывал о каждом экспонате. Вот это вот, говорит, это вот сабля, значит, вот часы, которые президент подарил, вот о всяких дарах, которые у него там были, он делился, рассказывал, кто дарил, что дарил. А это важно для художника? Награды, ордена, медали были? Да, он властью в этом смысле не был обижен, и, видимо, для кого-то это важно. Но создавая такое полотно, как вот, скажем, эти вот две большие диорамы, художник вкладывает свой талант, свою физическую силу, свой дар. Это часть жизни. Это не просто он там пописал и ушел с работы. Он идет оттуда, решает какие-то задачи, он ложится спать, они там ему снятся. То есть это часть жизни, если это замечено, потому что всякая вещь, которую художник делает, ему хочется, чтобы она была нужна не только ему. Вот, мне кажется, вот в этом смысле даже Андреевич очень плохо время успел. Он понимает, что это еще кому-то нужно, а если оно кому-то нужно, значит, если оно нужно в той степени, в какой художник предполагает нужность ее, тогда она отмечается определенными наградами, конечно, приятно. Я не знаю, если кто-то говорит, да мне это не надо, мне это не нужно, лукавят. Привем душой, да? Лукавят. Это же приятно, когда девушки говорят, что она красивая. Если это искренне говорят, конечно, приятно. Достаточно неплохо, да. Да. Вот вы сказали, что художник не был обижен властью. А вот в наше время, в настоящее время, этот успех мог бы повториться, как вам кажется? Насколько здесь вот в этой истории время сыграло свою роль? Я думаю, повторится этот успех с Андреевичом, я думаю, однозначно. Потому что здесь еще играет и сила характера. Андрей Ильич был при всем, как бы, своем даре, он еще и был характерный человек. Он четко понимал, куда идти. И шел к этой цели. Чтобы забить гвоздь в стенку, нужно неоднократно бить по шляпке. Нельзя бить мимо. Поэтому Андрей Ильич, зная, чего он хочет в этой жизни, четко определял цель. Вот даже с этой диорамой. Когда государство разрушилось, когда вместо СССР стала Россия, все равно он вытащил эту тему, он переосмыслил. Он понимал, что да, это уже не победа одних над другими, не победа красных над белыми. Что это братоубийственная война. Это именно переосмысление. То есть давление никакого не могло. Да, это никто ни на кого не давил, вы же сами понимаете. И все-таки он вернулся, он нашел силы вернуться к этой работе. Потому что затраты уже были большие, и духовные, и финансовые. И вернулся к этой теме, и завершил ее, что называется, под занавес своей жизни. И все-таки это произведение было другое. И палитра другая, и цвета. Конечно. И слава богу, что все сложилось. Ну что же, мы заканчиваем. И отдельно, наверное, еще хотелось бы сказать о том, что непременно долг, наверное, каждого орловчанина сходить в мастерскую Курнакова. Благо, есть люди, которые помнят, ценят и делают сегодня все для того, чтобы хотя бы еще одно поколение точно так же знало, любило и почитало. Я думаю, что это художник, который очень много сделал для становления художественной культуры на нашей Орловской родной земле. Я благодарю вас за интервью. Спасибо вам большое. Успехов в творчестве. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. У нас в гостях был заслуженный художник России Анатолий Костянников. Спасибо.